МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто нас смотрит на телеканале и в Ютубе. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Выходные здесь могут себе позволить и спортсмены, и пенсионеры. В Белокурихе-2 теперь есть где жить. Бывшая американская заключенная Мария Бутина сегодня встретилась со студентами Агу, формально презентовала книгу, неформально пообщалась со студентами. Настоящие мужчины мороза не боятся. И свой праздник отметили уличными гуляниями, как в Барнауле отпраздновали День защитника Отечества. Начнем выпуск с трагедии, которая произошла в Бийске. Два пострадавших сотрудника ТЭЦ скончались в больнице. 18 февраля в котельном цеху во время подготовки резервного оборудования загорелась угольная пыль. Один из мужчин до последнего боролся за жизнь, но умер в больнице несколько часов назад. Следственный комитет проводит проверку по факту получения производственной травмы. Ну а сейчас к основным темам выпуска. Сегодня губернатор края Виктор Томенко встретился с участниками зимней зерновой конференции, которая стартует завтра. Главные темы этой встречи – производство, переработка зерна и вклад сибирских аграриев в общий российский каравай. Эксперты конференции в этом году – ведущие оценочные организации, связанные с рынком зерна, а также переработчики федерального уровня. Участники заверили, что обсудить будет, что 2020-й, несмотря на все потрясения для экономики и для аграриев, стал урожайным. Так, впервые с 2017-го зафиксирован рекорд по масличным культурам. Кроме того, с полей получили больше 62 миллионов продовольственной пшеницы. Такой объем получен впервые в истории страны. Значительная доля успеха при этом принадлежит хозяйствам Сибири. Как закрепить успех и приумножить его – это и будут обсуждать в Белокурихе уже завтра. Из-за пандемии конференция частично пройдет в онлайн-формате. Но между тем, спустя 5 лет в Белокурихе-2 заработал первый в истории этого туристического комплекса отель. И, по словам инвестора, забронировать номер смогут и спортсмены, и пенсионеры. Почему появление жилого комплекса так затянулось, и как меняется облик перспективного алтайского туркластера, расскажет Анна Рашагирова. Курорт Белокуриха-2, или теперь уже Белокуриха-Горная, уже несколько лет привлекает туристов даже в таком, нетронутом виде. Чистый воздух, горы – за этим на Алтай летят со всей страны. В этом году туристов станет еще больше. Здесь открыли первый отель. Его строили целых пять лет. Процесс шел сложно. Коммуникации не было. Газ не дотянули до сих пор. Его подведут только в марте. Мы даже не стали ждать. Мы запустились, чтобы нарабатывать какой-то опыт уже, нарабатывать коллектив. Ну и, в принципе, это оправдывается. Потому что уже на ближайшие дни все уже забронировано на 100%. В принципе, мест нет, а люди просят еще. Ну, для меня это главное показать. Гостей курорта принимает один корпус на 27 номеров. Инвестор подчеркивает, что при разработке проекта делали упор на экологичный подход. Поэтому вокруг много дерева, а не пластика. Из дерева и сами дома, двери, окна и мебель. Природа снаружи, природа внутри. Туристы уже в восторге. Семья Ивановых из Красноярска на Алтае во второй раз. Здесь осваивают сноуборды. Почему сюда приехали? Здесь, во-первых, природа, воздух чистый, снег намного мягче, чем на других курортах. Ну и, как бы, не знаю, нравится нам здесь. Мишина гора – это то, ради чего сюда приезжают туристы. И если раньше дорога до ближайшего склона занимала около получаса, то сейчас она сократилась до пяти минут. Вот он дом, а вот склон. Быстро и удобно. И на этом работы только начинаются. Скоро здесь появится корпус сауной и хамамом, двухэтажный ресторан и даже бассейн. По соседству строится пятизвездочный отель. Самый скромный номер там обойдется в 10 тысяч за сутки. О самом дорогом руководство умолчало. Появились люди, которые, инвесторы, которые могут сюда вложить. Мы видим это на примере Гранд Крио, когда москвичи начали вкладывать сюда деньги. И практически каждую неделю у нас проходят переговоры с новыми инвесторами. По словам Акимова, земельные участки для строительства уже приобрели 20-25 инвесторов. И, кстати, трудятся здесь не только над созданием жилых объектов. Кроме спортивной составляющей главной вектора развития Белокурихи Горной – туристические маршруты. Для их разработки уже создан Общественный совет парка «Предгорье Алтая». В него вошли экскурсоводы, владельцы турфирм и санаториев. Так что, возможно, скоро туристы будут отдыхать здесь не только в номерах. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня стартовал конкурс на концепцию нового корпуса «АГУ», который планируют построить в сквере недалеко от площади Сахарова. Уже ясно, что простым конкурс не будет, ведь предстоит учесть интересы и жителей города, и заказчика. Подробности в сюжете. Он должен стать не градостроительной ошибкой, а находкой. Речь идет о будущем корпусе «АГУ», вокруг которого не утихают споры. Это примерное расположение здания, пока на месте находятся мусорные баки и парковка. У нас две задачи. Первая – это построить корпус «АГУ». Все-таки это не магазин, это не жилой дом, это корпус университета. И вторая задача – это улучшить ситуацию вокруг. Найти правильное градостроительное решение, когда строительство не ухудшит территорию, а улучшит. У нас проектом предусматривается не только строительство корпуса, проектом предусматривается благоустройство прилегающей территории и формирование общественных зон. Какой будет концепция территории, сколько этажей будет в корпусе, и будет ли оно в диалоге с соседним корпусом «АГУ» на Димитрово-66, все это станет известно после конкурса проектов, который стартовал уже сегодня. Он будет открытый, с широким публичным обсуждением. Там будет, я насколько знаю, учитывается общественное мнение, люди будут голосовать и смотреть. В общем, поэтому это такое общегородское, можно сказать, мероприятие. В конкурсе будут участвовать архитекторы с именем, а также еще никому неизвестные таланты. Именно на уровне конкурсных идей, которые невозможно предсказать, какие будут, это именно поиск творческий идет. И может быть очень интересный результат, который может на многие вопросы отвечать. Проводить конкурсы – это самое правильное дело. Не мы это придумали, это во всем мире, это во всех городах так. Вся информация о проведении конкурса размещена на сайте «Архигрупп». На подачу документов отведен месяц, а уже 29 марта станет известен победитель конкурса. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Стала известна цена путевок в детские загородные лагеря. Скажем сразу, стоимость путевки выше прожиточного минимума и минимальной зарплаты по Алтайскому краю. Чтобы отдать ребенка в лагерь на 14 дней, родителям придется заплатить 18 500 рублей. Стоимость трех недель летнего отдыха – 27 500 рублей. При этом в некоторых случаях путевку могут софинансировать из краевого и муниципального бюджетов. Речь идет о многодетных семьях, детях-инвалидах, сиротах и не только. Подать документы с 1 марта можно будет на сайте заявка22.ru. Напомним, в прошлом году лагерный сезон в Алтайском крае, как и во многих регионах страны, из-за пандемии пришлось отменить. Диалог на равных провела сегодня Мария Бутина со студентами своего родного классического университета. Член общественной палаты России, но скорее известная как бывшая заключенная американской тюрьмы, приехала на малую родину, чтобы не только пообщаться с молодежью, но и представить свою книгу «Тюремный дневник». На встрече была и Татьяна Голубева. Счастлива снова видеть много снега родные лица родной вуза. Еще готова ответить на любые, даже самые острые, каверзные вопросы студентов. Свои «Альма-матер», сказала Мария до начала встречи. За лучший вопрос книга, написанная после того, как наша землячка несколько месяцев провела в американской тюрьме. Студенты были активны, в основном политологи, как и сама Бутина. Я спрашиваю, Никита Михорков высказался, предложил лишать российского гражданства тех граждан, которые призывают к введению антироссийских санкций. Мне бы хотелось узнать ваше мнение касаемо наказания именно уголовного за призыв к санкциям. Лишить вас гражданство, я считаю, что это неправильно. Какую бы вы позицию не высказывали, это ненормально. Что касается ответственности, я думаю, что она должна быть. О Марии Бутиной в России заговорили в 2018-м, когда ее задержали в США, обвинили в шпионаже. В тюрьме она провела больше года. По возвращении на родину начала активную общественную деятельность и написала книгу. Сейчас презентует ее по всей стране и говорит с людьми на актуальные темы. В России нет политзаключенных, поэтому если тема обсуждалась, то она обсуждалась применительно к нашим согражданам, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию за рубежом. По мнению Бутиной, такие встречи, как сегодняшний диалог на равных, должны быть обязательно. Так студенты могут общаться с политиками, общественниками, спортсменами, ведь студенчество и в наше время политически активная часть населения. Студенчество всегда будет активно, студенчество всегда в определенной мере будет протестным. Это совершенно нормально. У наших ребят сейчас другие вызовы. Я думаю, что их энергия, она должна быть все-таки направлена в правильное русло. Если дистанцировать себя от этой работы, то, естественно, можно ожидать, что невозможность применить вот этот избыток молодежной энергии, он в конечном итоге ведет в деструктивном направлении. Поэтому, на мой взгляд, это слаженная государственная политика, которую сейчас вести очень непросто, потому что нам предстоят очень серьезные силы. На вопрос, планирует ли сама Мария пойти в политику, ответила уклончиво, если только народ попросит. Зато о книге говорила с удовольствием. 540 бумажных страниц, уверена Бутина, не заменит ни один фильм. И ее с удовольствием прочтут и взрослые, и студенты, и дети. Это, знаете, как в жизни нельзя просто придумать, это можно только пережить. И поэтому она написана довольно простым языком, я писала ее абсолютно сама. Здесь нет никаких литературных рабов, которые бы там за меня что-то там где-то дописывали. Этого нет, там нет никакой цензуры. Книга упоминает все имена и события такими, как и они были. И в этом плане студентам классического вуза повезло немного больше. О каких-то историях они смогут спросить Марию лично. Такой шанс у них появится. С 1 сентября выпускница политологического факультета будет преподавать в АГУ. Уже есть договоренность с руководством университета. Конечно, лекции будут проходить в дистанционном формате, но и личное общение по возможности Мария только приветствует. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. К другим темам выпуска. Несмотря на мороз, настоящие мужчины отметили свой день на улице. Вместе с ними их жены, девушки и все желающие. День защитника Отечества в краевой столице провели в парке Изумрудный. В чем соревновались барнаульцы и чем такой формат хорош, расскажем далее. Организаторы называют этот ивент спортивно-патриотическим. Посвятили двум праздничным датам сразу. Дню защитника Отечества и пятилетию фонда имени Шаманова. Организатора праздника. В конце будет большой розыгрыш, но очень хорошие на самом деле призы. Это и велосипед, и разные технические устройства. Те, кто примет участие в максимальном количестве площадок, имеют шанс поучаствовать в розыгрыше и выиграть призы. Где-то на смекалку, где-то на меткость, где-то на силу. Площадки были самые разные, так что проявить лучшие стороны могли все участники. По мнению некоторых барнаульцев, такой формат – это лучшее оформление 23 февраля. Только так из длинных выходных можно выйти сухим. Какой пить? Это же день мужчин. А настоящие мужчины бегают, занимаются спортом и соревнуются друг с другом. Без алкоголя, никакого алкоголя. Кстати, такой наплыв, а в мероприятии участвовало только одномоментно. Порядка 300 человек полезен для парка. Изумрудные развивают системно. То есть не только сажают деревья и строят дорожки, но и оживляют. В этом году запланировали около 200 событий разного масштаба. Гораздо важнее небольшие локальные мероприятия, встречи коллективов, каких-то небольших групп по интересам. Но и большие праздники, которые тоже привлекают барнаульцев, конечно, тоже будем проводить. Но не злоупотребляя, потому что у нас концепция парка все-таки тихий парк для семейного отдыха. И вот этот формат мероприятий будет, конечно, преобладать. Но громкое празднование 23 февраля барнаульцам понравилось. Может от того, что много призов, может из-за живой музыки и интересных головоломок. А может потому, что по массовым мероприятиям в прошлом году изголодались. А насытиться пока не успели. На старт! Внимание! Марш! Давай, давай, давай! Илья Кчетков, Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. А следующие представители сильной половины человечества свой праздник отметили футболом на снегу. Команды РЖД, Краевого телевидения, Министерство спорта и сборная журналистов Алтая играли в мяч на улице. Мяч на снегу. И говоря футбольным языком, не ясно, как его обрабатывать. То есть, как принимать, пасовать и бить по воротам. И еще одна проблема для профессиональных любителей. На улице ниже минус 20. Или не проблема? Что мотивирует человека в минус 20, в праздник, выходить и играть на снегу? Ну, это в первую очередь желание встретиться с друзьями в праздничный день. Ну, во-вторых, конечно же, любовь к футболу. Все знают, что у нас есть команда журналистов Алтая. Уже 7 лет мы сражаемся в мини-футбол. И сегодня предпочли такой отдых за столью. Так что футболисты встретили мужской праздник в компании правильной белочки. Тем более для многих футбол – хобби с детства. Меня в 5 лет отец научил футбольным финтам. Я посмотрел, как он обращается с мячом и был просто заворажен. А потом мне отец стал рассказывать, что и он тоже был капитаном сборной Белоярска. У них команда называлась «Ураган». Это был 70-72 год, и они держали там в таком футбольном страхе все близлежащие села. Теперь их дети держат в страхе соперников. Футбольные соревнования среди журналистов, чиновников и многих других специализаций – не редкость. Но на снегу впервые. А в первой встрече «Золото» забрала команда Министерства спорта. На вторую ступень педестала поднялись журналисты Алтая. Причем в перерывах умудрялись не греться в раздевалках, а еще и соревноваться в пенальти. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.